По всей стране продолжаются спасательные операции из-за паводков. В некоторых районах объявлен режим ЧС. Стихия все еще топит дома и целые населенные пункты, а МЧСники, военные и полицейские совместными усилиями обеспечивают безопасность жителей. Тем временем люди не унывают, ловят рыбу в воде, пришедшей туда, где были улицы, и катаются на лодках. Сводку за день собрал Сергей Цель. Этой ночью в Костанайской области прошла еще одна массовая эвакуация. С зимовок были вывезены более 150 человек. Половина из них дети. Активно в эвакуации помогают и летчики Минобороны. Уже вторые сутки они на военных вертолетах вывозят казахстанцев из затопленных районов. Иногда приходится забирать людей прямо с крыш домов, что требует определенного мастерства. Слава Богу, что нам помогли. Спасибо огромное спасателям, которые и днем, и ночью работают. Сейчас в регионе, а именно в городе Аркалы, Камангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Кроме этого топит и сам Костанай. Утром встала, у меня весь дом в воде. Вода на уровне, получается, ну, сантиметров, наверное, 30. Все в воде, все вещи, вся мебель. Ужасно просто. У меня, во-первых, дом уже 58-го года постройки. Я просто-напросто боюсь, что он у меня завалится. Не идти некуда. Но, как говорят местные жители, спасатели всегда готовы помочь. Помогают мне, спасибо. Дай Бог им здоровья. Всем желаю, всем, что мне помогали, приехали. Отмечу, что за ситуацией с паводками лично следит министр по чрезвычайным ситуациям. Для работы привлечены плавсредства и воздушные суда Министерства по чрезвычайным ситуациям, КНБ, Министерство обороны. По данным местных исполнительных органов, будет проводиться оценка ущерба и его возмещение. Эвакуируют людей и на Западе. С помощью вертолётов ЗКО вывезли из опасных районов почти сотню человек. И работы продолжаются. Надо сказать, что ночью спасатели не прекращали откачивать воду и вывозить жителей Актюбинской области. Накануне там была восстановлена работа аэропорта Актюбе. А утром в городе затопило автомобильный мост. На место выехали более тысячи сотрудников ДЧС и около 200 единиц техники. В Актюбинской области, там район Курдинский, райцентр Курдык, попадался в уровень реки воды. В основном в прошлом году у Кваража. Непростая ситуация и в Кукшитау. Из-за того, что городской арек вышел из берегов, десятки домов затопило. В доме воду бы видели. Мебель всю выкидывать. Каждый год я практически мебель меняю. Каждый год. Мне надо мной соседи смеются, как будто я миллионер. А я хочу дом построить. Куда дом? Вот обратно здесь его реставрировать надо. Это сколько денег. Отмечу, что топят там не только дома в частном секторе, но и дворы многоквартирных домов. Жан, это ужас. Всю привокзалку затопило. Прикинь, вон, даже в подъезды залезают. Несмотря на это, на страже спасатели. Из-за топленных дворов и подъездов они эвакуируют жителей на лодках. Лодочка плывит, в воде не зари. Ну а в Ак-Тубе и на лодке плыть не надо, чтобы собрать улов. Местные жители уже голыми руками начали ловить рыбу и причем удачно. Хочется сказать, что в это непростое время помогают нашим гражданам и обеспечивают безопасность не только спасатели. Им содействуют полицейские, военные, волонтеры. Сергей Цель, Первый канал Евразия.